привет друзья сегодня я хочу знаете попробовать такой вот поговорить конкретно не с большой аудитории что я обращаюсь к своим ко всем кто меня смотрит а я хочу конкретно вот к человеку вот ты ты это тот человек который вот в данный момент меня смотрит знаете как вы как как будто разговор один на один вот я и ты что хочу сказать очень важно очень важно любить себя очень важно быть уверенным в себе никогда у тебя в жизни ничего не получится если ты не уверена в себе не уверен себе никогда в жизни у тебя ничего не получится если ты не любишь себя прежде всего люди понимаете люди смотрят вот ты смотришь возможные тренинги и все возможные там пытаешься себя как-то вот вывести там из ступора из депрессии какой-то у тебя какие-то планы на будущее я ничего не получится пока ты не будешь уверен в себе уверена в себе и пока ты не полюбишь себя вот вот это два основных момента пока ты не посмотришь зеркало не скажешь господи да я красавица я все могу я все умею я люблю себя а уверенность себе это не только на словах это надо чувствовать это нужно в себе выработать это нужно может быть какие-то люди рядом с тобой с которыми тебе можно побеседовать и они вселят тебя уверенность то есть они будут говорить не то что ты какая-то там а что наоборот ты молодец за ты посмотри на себя да какая ты красивая да ты а вообще можно знаете даже вот так уверенность себе воспитать самому без присутствия вообще кого-то без помощи из вне возьмите бумажку и напишите сколько вы сколько ты в жизни уже сделал вот смотри не важно сколько тебе лет я наверняка думаю что меня смотрят что ты взрослый человек что ты смотришь который смотрит меня ну я не знаю там за 20 к примеру вот смотри ты родился сколько в жизни ты уже успел сделать ты родился ты вырос ты закончил школу ты получил образование ты получил ты создал семью если у тебя есть семья у тебя уже есть дети если у тебя есть дети ты работу профессию получил ты работаешь какая-то должность да ты что-то может и дом уже построил может быть ты там сад посадил машину купил ну и так далее вот сколько ты своей жизни уже сделал и сколько еще впереди и вот по сути вот мне 50 лет я всегда все перекладываю на себя потому что я свои мысли рассказываю я говорю на собственном примере то есть я говорю о том как живу я не 50 лет я всегда думаю вот мне 50 у меня впереди еще столько же и это вся жизнь которая впереди она вся только для меня любимый она вся только для развития себя как личности как женщины как путешественника как блогера как и профессиональном плане сколько я могу всего людям рассказать сколько я могу всего людям дать и у меня есть для этого возможности есть у меня есть для этого возможности было бы желание сколько я могу еще сделать сколько я уже сделала за это время и там это время я не принадлежала себе там все шло по накатанной там мою жизнь определяли родители учителя обстоятельства обстоятельства ну и так далее и вот теперь я свободный человек я не завишу от обстоятельств я сама создаю эти обстоятельства своей жизни и я я я я столько могу у меня просто начинает голова кружиться от того сколько я могу и понимаете вот понимаешь наши мысли в голове то что мы думаем это что мы говорим оно все нам бумерангом возвращается надо вот прежде всего чтобы обрести уверенность с себе нужно думать уверенно нужно вести себя уверенно нужно следить за тем что ты говоришь и что ты делаешь и что ты думаешь Понимаешь, вот именно делать ладно, вот именно что ты говоришь и что ты думаешь. Потому что мы же не ляпнули что-то там, не соображая совершенно абсолютно, а Филена нам это все восприняла и вернула бумерангом. И потом думаю, господи, да что ж такое-то, вот у меня жизнь не ладится. А как мысли у тебя какие в голове? Почему, если ты думаешь, что вот там все вокруг, все плохо там, почему ты думаешь, что у тебя хорошая жизнь будет? У тебя такая жизнь будет, как ты думаешь. Знаете, есть картинка в интернете, ангел висит за спиной, стоит мужик в автобусе, а у него ангел за спиной такой над ним на вис. И мужик такой едет и думает, вот, жена там сволочь, дети двоечники, начальник там пипец какой, козел. Там вообще жизнь ужас, что творится. Ангел такой на блокнотике все записывает и такой надо же, каждый день одно и то же, одни и те же пожелания. Ну что сделаешь? Придется выполнять. Понимаете? Ты думаешь негативно, у тебя и жизнь будет негативной. Ты думаешь позитивно, у тебя и жизнь будет позитивной. И причем самое интересное, что вот когда негатив от нас исходит, когда мы думаем, вот это все прям так у нас раз и все, вот все плохое, оно прям прилипает, оно прям из него выбраться невозможно, оно как болото. Для такой степени человек, который рожден для счастья, вот мы все приходим в этот мир одинаково, мы все в этот мир приходим с одинаковыми условиями, возможностями, перспективы перед нами вот одинаковые, мы же в одном мире живем, мы одним воздухом дышим, живем на одной планете. Почему? У кого-то получается, у кого-то не получается. Я имею в виду, если сравнивать тех людей, которые живут примерно в одинаковых семьях, там учатся в одной школе, у одних и тех же учителей, у них одни и те же возможности, они одеты в одну и ту же одежду, родители у них примерно одинаково зарабатывают. Ну, это вот таких, если людей сравнить. Почему люди, этот человек такой, а этот такой? Этот позитивный, даже бывает он, и учиться может не так плохо, ну, в смысле не так хорошо наоборот, и он вот может быть там звезд неба не хватает, но он веселый, он счастливый, он бежит, у него все получается, он живет, он радуется жизни. А бывает человек вроде бы и умный, вроде бы и все у него есть, и все возможности есть, а он ноет, и ноет, и ноет, и что ж такое-то, вот и ноет, и все, и никак ты хочешь там в лоб дать и сказать, ну, хватит уже блин ныть-то, е-мое, что ты ноешь, что ты жизнь свою проживаешь, как вот, не знаю, вот нужно обязательно любить себя, пока ты не полюбишь себя, у тебя не получится ничего, абсолютно ничего не получится. Подходишь к зеркалу и говоришь, господи, какая же я красивая, какая я умная, как я хорошо выгляжу, у меня сегодня начинается новая жизнь, я красавица, я умница, как только ты, вот любые эпитеты, я успешная, я состоятельная, я богатая, я могу все, я все умею, у меня все получается, то есть, вот все что угодно, понимаете, и еще нужно обязательно учиться мечтать, если вы не умеете мечтать, опять же, у вас в жизни не получится ничего, но пока вы не обретете уверенность в себе, и пока вы не полюбите себя, очень трудно мечтать, очень трудно, причем мечты, вот знаете, вот в моем понимании мечты, это не покупка шкафа и дивана, в моем понимании мечты, это что-то вообще невообразимое, мечтайте так, чтобы ваш мозг зашкаливала от ваших мечт, то есть, мечты могут быть любыми, на то они и мечты, но, если вы мечтаете, вы знаете, есть такая теория, что, если вы мечтаете, если вам что-то в голову пришло, какая-то мечта, то значит, это не просто так, значит, вселенная вам вложила в голову вот эту мечту, то есть, это не просто так вам в голову пришло, то есть, если бы это было нереально, если бы это было нереально сделать, эта мечта никогда бы не пришла вам в голову, и когда вам в голову пришла какая-то мечта, вам нужно в течение 72 часов начать эту мечту исполнять, что-то делать для исполнения своей мечты. Потому что если Вселенная вам позволила помечтать об этом, то значит она вам дала энергию на исполнение этой мечты. Если вы не начали ее сразу какие-то действия предпринимать для выполнения этой мечты, то у вас ничего не получится, естественно. Это, знаете, как вот лежит там человек на диване и мечтает. Вот, мне бы вот мешок денег выйти, вот найти бы мешок денег, да, где-нибудь. Кто-то ехал, потерял, он лежит на диване. А для того, чтобы этот мешок денег найти, ты как минимум с дивана должен встать и выйти на улицу. Может там мешок денег лежит где-нибудь под забором? А в это время сосед твой встал и пошел, и нашел. Ты такой, ах, блин, этому соседу вечно ему везет, так он хоть что-то делает. Он хотя бы встает, выходит из дома, как минимум. В общем, я желаю вам любить себя. Любите себя. Я говорю это не голословно. Я сама была несколько лет назад очень такой... Нет, я была позитивной всегда, я всегда умела мечтать. Но я была немножко такой, знаете, замученной жизнью, может быть, обстоятельствами жизненными. Какой-то, может быть, беспросветностью, какой-то бесперспективностью. Но на самом деле все зависит только от нас. Мы – это то, что мы думаем. Мы – это то, о чем мы мечтаем. Мы – это то, что мы делаем. Очень внимательно следите за тем, о чем вы говорите, о чем вы мечтаете. Потому что Вселенная все это воспринимает, как инструкция к действию. Все, о чем вы мечтаете и все, о чем вы думаете, и все, что вы... Все мысли, которые вам приходят в голову, это все Вселенная воспринимает, как инструкция к действию. Все это вам будет возвращаться бумерангом. Если вы хотите быть счастливыми, будьте уверены в себе, любите себя и будьте счастливы.